Радио Болтком Давайте напишем историю вместе Прекрасная юность Поиски правды Вспывшиеся надежды И данные обещания Флэшмобы в Фейсбуке И случаи из нашей жизни В студии Радио Болтком По пятницам в три часа В программе Очевидец Слушатели, сегодня у нас Тема такая исторически Культурно-музыкальная И говорим мы сегодня о прекрасном человеке Музыковеде Человеке, который Всю жизнь проработал В Латвийской консерватории Теперь музыкальной академии Это была Лия Красинская И сегодня мы представляем Книгу о ней Книга вышла несколько лет назад Однако Программа наша стала выходить После выхода книги И мы об этой книге не говорили Поэтому решили все-таки О ней рассказать Потому что действительно Уникальное издание Уникальный человек И сегодня у нас в студии Присутствует автор этой книги Александр Малныч Добрый день, Александр Добрый день Мы работаем в прямом эфире Если у вас есть какие-то Вопросы к автору Появятся вопросы к автору Он очень внимательно изучал И до сих пор изучает Жизнь Латвийской консерватории В межвоенный период Готовит на эту тему диссертацию Насколько я понимаю Да, Александр? Верно Вот Поэтому если у вас есть Какие-то такие вопросы Об устройстве этого Учебного заведения Его судьбе Его развитии То пожалуйста Звоните в студию По телефону 672-12-93-9 672-13-93-9 А мы Начинаем рассказ Об этой книге Книгу предваряет предисловие Внучки Лии Красинской Которая Ваш адрес просто Огромную благодарность Высказывает За то, что вы Еще при жизни Смогли поговорить С Лией Смогли записать Ее воспоминания Тех Те, которых Не было зафиксировано ранее Вот как произошло Ваше знакомство Чем вас поразила Эта женщина И почему вы Ну фактически Несколько лет Своей жизни Посвятили Подготовке Этого издания Прежде всего Эта женщина Лия Эммануиловна Красинская Поразила меня Своим долголетием Потому что Когда меня пригласили На празднование Ее 95-летия Оно происходило В Риге Хотя сама Лия Эммануиловна В то время Жила в Израиле Я думал Что меня Приглашают На какое-то Мемориальное Мероприятие Чтобы Ну почтить память Когда-то Бывшего Но ушедшего Учителя И я прихожу На это мероприятие И оказывается Что человек Жив и здоров Еще прилетел Из Израиля Нет Она не прилетела Из Израиля Она улетела В Израиль В 92-летнем возрасте Вот это подвиг Так вот Вдруг оказывается Что она жива Здорова И даже Жаждет общения Прислала телеграмму Благодарственную Вот От круга Своих Там друзей Учеников Бывших Да Коллег И я вступил С ней В переписку По электронной почте Которую Вел тогда Еще Живой Ее сын Их Общий сын С Филиппом Швейником В свое время Знаменитым Директором Латвийской Государственной Филармонии Который Сделал ее Одной из Ведущих Организаций Подобного Типа В Советском Союзе Все Знаменитости Которые приезжали Выступать В Москву И в Ленинград Обязательно Заезжали И выступали На сцене Ну Теперь Большой гильдии Которую он Тогда руководил И Именно При нем Домский собор Стал Концертным Залом При нем Была построена Летняя эстрада Новая летняя эстрада В Дзинтере Да То есть он Внес Большой вклад Так вот Их общий сын Был жив И он Под диктовку Леи Эммануиловны Набирал Тексты Отвечая на мои вопросы Я увидел Что они Представляют собой Исторический интерес Предложил ей Сделать Книгу Воспоминаний Она Долго Отнекивалась Но Поскольку я был Не первым На этом пути И уже даже Какие-то Заметки Существовали Наметки Да Этих Воспоминаний Были Они были Наговорены За 10 лет До нашего С нею Знакомства На магнитофонную Пленку И расшифрованы Тоже одной Из ее учениц Мариной Михаилец То Ну Появилась Тогда уже Идея На этом повороте Сделать Продолжение То есть То что не было Ею рассказано Вот Магнитофону Она Рассказала Мне Я дважды Ездил в Израиль Летал Первый раз Чтобы ее Проинтервьюировать Второй раз Чтобы отредактировать Вот Результаты Наших бесед И вот Таким образом Возник Текст Ее Воспоминаний Который И стал Первой частью Этой книги К сожалению Тогда я не был Специалистом Может быть Я и сейчас Не являюсь Специалистом Но сейчас Я гораздо Больше знаю И о Латвийской Консерватории И о Ее основателе Я запевитался И о Межвоенном Периоде И я Очень жалею Каждый день Жалею Что я не спросил Ее вот об этом Вот об этом Вот об этом Вот об этом Сюжете Об этом Событие Об этом Каком-то Конфликте Да Ну Теперь уже поздно Локти кусать Да Тогда Тогда я То есть Она была Абсолютно Сохранившейся Памятью Абсолютно Адекватная Ее память Ее память Как раз и была Своего рода Ее визитной Карточкой У нее была Прекрасная Музыкальная Память Она помнила Наизусть Массу Произведений Музыкальных Что и делала Ее в свое время Выдающимся Лектором Она могла Иллюстрировать Свои Беседы О музыке Свои лекции По теории Музыки По истории Музыки Любым музыкальным Примером Из головы Любым Подвернувшимся Вот Ей Нужно сыграть Там Вступление К какой-то Сонате Или может быть Финал Этой сонаты Или Она Оперы играла Наизусть Полностью На фортепиано И конечно Это Дало результат У нее вообще Хорошая память И Кроме того Она работала В свои Там 90 С лишним лет Она Дожила До 98 Лет Она Все время Тренировала Память Она Учила Евгения Онегина Наизусть Последнее Что она Читала И учила Это были Сонеты Шекспира Она Позвонила Уже Чувствуя Приближение Смерти Позвонила Мне Я тогда Уже Начала Работать Над своей Книгой Она Об этом Не знала Я Не понял Что она Прощается Но она Позвонила Попрощаться И вот Я спросил Ее Что она Читает И выяснилось Что это Сонеты Шекспира Ну кстати Вот Этот Пример Наверное Лучше Всего Иллюстрирует Тезис Многих Ученых О том Что Именно Тренировка Памяти И особенно Музыкальной Вот Музыкальной Образовании Оно Является Лучшим Лучшей Профилактикой Старческого Слаболумия Извините За мой Французский Да То есть Она Ну Предвосхитила Возможно Многих Сейчас Популярных Таких Лекторов Которые Рассказывают О музыке Большим Широким Широким Массам И сопровождают Это музыкальными Фрагментами Но как правило Ну вот в американском Таком стиле Это делается Довольно Просто Упрощенно Да То есть Фрагменты Проигрываются Может быть Наиболее Такие Популярные Которые На слуху Ну с тем Чтобы может быть Потрафить публике И показать ей Что она Не такая уж Не образованная Что она Где-то Это слышала И когда-то С этим Соприкасалась А вот Лея Эммануиловна Фактически Ну была Одним из Тех людей Которые Эту традицию Ввели В жизнь С какого Года Примерно Она Такие Лекции Читала И В каких Аудиториях Ну Это были Лекции Это были Музыкальные Воскресения Аудитории Были разные Это были И филармонические Лекции И Например Клуб полиграфистов В свое время Был знаменитый Ее туда Пригласили Читать лекции Она там Читала лекции Точную дату Когда это началось Я вам не скажу Потому что Я все-таки Специализировался По межвоенному Периоду Это было Конечно После войны Уже В 50-е годы Как Ну Не ранее Середины 50-х годов Моя мама Посещала Ее лекции Моя мама Ее помнит Вот У нее был Коллега Которого Помнят другие Мои знакомые Это Петр Львович Печерский И вот В свое время Они были Две Такие вот Звезды Подмостков Именно Как популяризаторы Музыки Печерский Отличался Той же Способностью Играть На память И Очень хорошо Играть Исполнять Любые Нужные ему Как музыканты Говорят Куски Музыки Вот И Как-то вот Они делили Аудиторию Кто-то был Поклонником Печерского Кто-то был Поклонником Красинской И вот Они Действительно Окормляли Окормляли Интересующихся Музыкой Но на самом деле Это очень Большое Заблуждение Что вот Даже музыканты Даже музыканты С первого Прослушивания Далеко не всегда Слышат музыку И они признают Это Я вот сейчас Читаю Мариса Ветру Различные его Произведения И был приятно Удивлён Когда он Подтверждает Этот В общем-то Известный факт Что вот Музыканту Чтобы Услышать Понять И почувствовать Музыку Нужно Несколько раз Её прослушать Хорошо Известен факт Что Глазунов Только С восьмого Раза Валькирию Ходил Слушать Валькирию Оперу Вагнера И только На восьмой Раз сказал Да Это Гениальное Произведение Даже Глазуному Композитору Потребовалось Сколько раз Погрузиться В эту стихию Музыкальную Чтобы её Прочувствовать Поэтому Музыку Нужно Слушать И то Что вам С первого Прослушивания Кажется Неинтересным Непонятным Ну как-то Невовлекающим Со второго Третьего раза Может очень И очень Даже понравиться Я сам переживал Такие Не раз Моменты И Вот Рекомендую По этому пути Каждому Пойти Хорошо Лея Мунуловна Стала Ну Популярным Лектором А вот Что за публика Приходила На её лекции Действительно ли Этот человек И её коллега Печерский Каким-то образом Повлияли На формирование Такой Музыкальной Биографии Среды Среды Риги Ну то есть Как всё-таки Города С уникальным Каким-то Характером В этом смысле Вот в своих Воспоминаниях Лея Мунуловна Говорит По крайней мере Об одном Случае Когда она Привела человека Через эти Популярные Лекции К музыке Я думаю Что таких Было на самом деле Немало Дело в том Что Рига В послевоенные Годы Была одним Из центров Такого Ну здесь Было довольно Значительное Еврейское Население Которое Наряду с Латышами И русскими Но в первую очередь Вот они Я думаю И были Вот той Благоприятной Средой Которая Позволила Таким феноменам Состояться Хотя По крайней мере Красинская Читала Лекции На русск Одно Воскресенье Другое На латышском Она была Она не была Билингвом Латышский язык Она изучала В школе Но она Родившись В Риге Здесь И получала Основное Образование Поэтому Латышский язык Она знала Хорошо И даже Проживая В Израиле В возрасте 90 с лишним лет Его не забыла И я вот Записал Обращение Ее К Радиослушателям Которое Потом Использовал Во время Презентации Этой книги Включив Жалко Мы его Не прокрутим Сейчас В эфире Надо будет Как-то Приклеить Надо будет Приклеить Но я помню Первую фразу Этой книги Я Скучаю Я Тоскую По Латвии Да Хорошо То есть Вы предполагаете Что Вот Наиболее Образованная Часть Тогдашнего Латвийского Общества Была Первыми Слушателями Красинска И Печерского Но Вы упомянули Клуб Полиграфисты Очевидно Что это клуб Был для рабочих Для работников Полиграфической промышленности Но известно же Что полиграфисты Это Рабочая Аристократия Так называемая Всегда Типографские Рабочие Которые Первыми Набирая тексты Их же все-таки И прочитывали И газетные И какие-то Книжные Они Вот Были самыми Так сказать Передовыми Всегда участвовали В революционном Движении В первых Рядах Ну Наверное Клуб Полиграфистов Отличался Тоже Вот этой Вот интеллигентность Неопределенной А Ее Преподавательская Карьера Как складывалась То есть Я так понимаю Что именно В межвоенный Период Она поступила В консерваторию Именно Как музыковед Или как Нет Она сначала Поступила Конечно Как пианист На отделение Фортепиано Но ей Не повезло С педагогом Которому Она попала Это была такая Анни Соколовски Яун Кунзе Девица Соколовски Она была Не замужем Очень гордилась Своим девичеством У нее была Немецкая школа Алия Эммануиловна Проживая Во время Первой мировой войны В Нижнем Новгороде В эвакуации Получала уроки Другого Пианиста Русской школы И В процессе Переучивания С одной школы На другую Ей Спортили руки А в чем Разница между Школами Мне Кстати Говорили Что что-то Это такое Ну Я все-таки В этом вопросе Больше доверяю Алия Эммануиловне Постановка руки Аня Соколовский Учила ее Играть С низкой Постановкой Руки Алия Эммануиловна Говорила Что у горвица Была именно Такая постановка Руки Аня Соколовский Даже клала ей Монеты На руки На запястье Чтобы она Играя Их не уронила И это привело Видимо Каким-то Зажимом Зажимом Мышц У нее Стали болеть руки Она дважды Дважды Вынуждена Была Покинуть Консерваторию Именно Класс Фортепиано Но у нее Были какие-то Композиторские Задатки Она что-то Сочиняла И по совету Своей сестры Показала Эти Этюды Фрагменты Виттелсу Который Знал ее Уже По Ученическим Концертам А в Консерватории Были Практически Еженедельные Концерты Ученические Два закрытых Два открытых Для публики На которых Выступали Лучшие Воспитанники Она была Среди них Несмотря на Свои проблемы Суркой Она очень хорошо Занималась И выступал Он ее знал Виттел знал Кстати всех Воспитанников Консерватории Тогда не было Так много Может быть Как сейчас Вы знаете Их было Достаточно Много 300-400 Человек И он Знал Каждого И следил За успехами Или не Успехами Каждого И он Дал добро На то Чтобы она Поступила В его Класс Теории Композиции Как это Называлось Которая Она благополучно И закончилась И параллельно Она закончила Все-таки И класс Фройля Соколовский По фортепиано У нее два Диплома Точнее Диплом один Но по двум Специальностям По фортепиано И по теории Композиции То есть Она Дипломированный Композитор Музыку Она при этом Не сочиняла Всю свою Сознательную Так сказать Жизнь И только Переступя Порог 85-летия В ней Эта Композиторская Что ли Жилка Забилась Возможно Это связано С тем Что У нее все-таки Начались проблемы Со зрением И она Уже утратила Возможность Заниматься Научной работой А сидеть Без дела Она не могла И в ней Стала звучать музыка Началось все там С шуточных вариаций Вот А закончилась Романсами Романсами На тексты Русских композиторов Серебряного века Русских поэтов Русских поэтов Серебряного века Бунин Цветаева И многие другие Кто-то их исполнял В какой-то программе Да Насколько они получили Признание Они не получили Большого распространения Да Было несколько концертов Два концерта Еще вот Будучи в Риге На них Это Некоторые из этих Произведений Звучали Она писала Кстати И хоровые Произведения На стихи Пушкина Но Большая часть Конечно же Пока что Лежит в Туне Ее произведений Ну то есть Мы можем ждать Что Может быть Родственники Их как-то Каким-то образом Издадут Чтобы Что-то Что-то Из ее Музыкальных Произведений Издавалось В Латвии То есть Музыкальное Издательство Интересовалось Ее творчеством Пока она Жила И работала Здесь Но Уже Улетев Перебравшись В Израиль Она там Продолжала Сочинять Но вот эти Произведения Конечно Не опубликованы Они только В рукописях Существуют И кстати Пока что Еще находятся У меня Вот Ну то есть Я делал попытки Заинтересовать Кого-то из музыкантов Но пока не очень Удачные А как вы сами Считаете Насколько Эта музыка А вот ко мне С этими вопросами Неэтично Обращаться Да Пожалуй Нет Пожалуй Я бы сам С интересом Послушал Мнение специалистов Я в записи Только слушал Один из этих Концертов Что-то Из ее Вещей Произвело На меня Определенное Впечатление Но я ведь Знаю Личность Лии Эммануиловны И в сочетании С этим Моим Персональным Отношением И может быть Это смело С моей стороны Каким-то Пониманием Ее Натуры Я Иначе Воспринимаю Эту музыку Хорошо Сейчас мы Сделаем Небольшой Перерыв Буквально На 2-3 минуты Не переключайтесь Мы говорим О Лии Карасенской Музыковеде Музыкальном Просветителе И Человеке С необыкновенной Судьбой Которая связана В Сецелло С Латвией Радио Продолжение следует... Радио Болтком Еще раз Добрый день Продолжаем разговор О музыке Алии Красинской И о Латвийской Музыкальной Академии Которая Раньше Называлась Консерватория Можно ли Сказать Александр Малыч Автор Книги Алии Красинской Которая Вышла 4 Уже 5 лет Назад В 2018 Году Ну 3 года Назад Можно ли Сказать Что Лия Эммануиловна Была одним из Основателей Музыковедения Может быть Да, это, кстати, можно сказать Совершенно Определенно И смело Значит, Лия Эммануиловна Закончила Латвийскую Консерваторию В 1932 1933 Годах И эмигрировала В Советский Союз В 1934 Году Но после Войны В 1944 Году Ее Вызвали Телеграммой В Ригу Для работы В Латвийской Консерватории Ну, то есть Буквально Только Освобождена Была Рига Власти принялись За музыкальное образование За восстановление За восстановление Музыкального образования С учетом еще того, что Значительная часть Преподавательского состава Эмигрировала Ушла вместе с немцами Включая Самого Яза Повитался О чем Как я полагаю Он все-таки Жалел в конце жизни Но умер он На чужбине И нужно было Восполнить Этот пробел Искали Преподавателей Я не буду Эта история Рассказывать С ее воспоминаниях Я не буду ее сейчас Пересказывать Как Ее нашли Как ее нашли Да И как она оказалась В Риге С 45-го года Она Работала В консерватории Сначала В музыкальной школе При консерватории Основу учебного года Поскольку она Приехала там В середине Учебного года Она вот Стала работать В консерватории И Тогда Как раз И была создана Кафедра Музыковедения Для ее создания Из Ленинградской Консерватории Пригласили Владимира Ильича Музалевского Музалевский Это псевдоним Настоящая его фамилия Бунимович Который И оказался Таким образом Первопроходцем В этом деле И Ильи Эммануиловна Была одним из первых Сотрудников Этой кафедры А как решался вопрос Ведь у нее не было Очевидно Какого-то Докторского диплома Научной степени В тот момент Или В те годы Это не имело Такого большого значения И делалось Там Допустим По совокупности Трудов Каких-то Изданных Материалов Но у нее был Диплом Окончание Консерватории По Как Композитор Теоретик Во-вторых У нее был Пусть и не закончено Еще до войны Она поступила В институт Я сейчас не вспомню Точно его название Музыкальный институт Там преподавали Те же Преподаватели Что преподавали В московской Консерватории И она закончила Успела до войны Закончить Два курса Обучения Как раз Война застала Ее на сессии Вот Это было уже Музыковедческое Отделение Это было уже Фактически Музыковедение Да Она все-таки Почувствовала Эмигрировав В Советский Союз И работая Там преподавателем В различных Музыкальных Учебных Заведениях Она почувствовала Что ей не хватает Теоретической подготовки Тем более Что как она и сама Говорит В воспоминаниях В этом плане Советское Музыковедение Ушло далеко Вперед В Латвии Музыковедение В общем-то Не существовало Как такового Там был Якоб Витолинч Который тоже Был одним из Первых сотрудников Этой кафедры Музыковедения Впоследствии Они даже выступили Как соавторы В книге История латышской музыки Хотя они работали Не вместе Каждый писал Свои главы Но на обложке Две фамилии Значатся Витолинч И Красинская Он Можно сказать Был одним из Первых Или первым Даже латышским Музыковедом Но вообще-то Вопросами Музыковедения Занимались Композиторы Сочинители Музыкальные критики И как-то Это все Оставалось Немножечко Ну В стороне От Магистральной дороги То есть не было Такой глубокой Научной базы Не было Институционализировано Что ли Вот эти занятия Не было кафедры Не было часов И Ну вот Все это Преподавалось Композиторам В рамках В рамках Общего Так сказать Курса Теории И другим Исполнителям В рамках Еще более Такого Минимального Теоретического Базиса И вот Только после Войны Появилась Возможность Сделать Это направление Как Самостоятельным И Еще был Якоб Граубинш Вот И Валентин Уткин Вот Первый состав Кафедры музыковедения Музалевский Ну я не хочу сказать давлением Не то это слово По инициативе Музалевского Она занялась Научно-исследовательской Работой Потому что Раз есть кафедра Здесь уже должны быть Научные степени Ее сотрудников И вот По инициативе Повторяя Владимира Ильича Она Написала Сначала Кандидатскую Диссертацию Но уже Позже Значительно Позже Уже Сама по себе И докторскую Защитилась она Очень поздно И кандидатом Она стала Уже В сорок с лишним лет И еще В более зрелом возрасте Стала доктором наук Но это не мешало ей Прекрасно исполнять Вот эти функции Лектора И преподавателя Ее очень любили студенты Она Она действительно Невероятно обаятельный человек Даже вот В том возрасте В котором я ее застал Ну можно сказать Что она околдовывала Своим общением Я вообще поражаюсь Этой категории людей У которых каждое слово На своем месте Ни лишнего Ни недостатка Все паузы Как будто бы выверены Вот Дает Бог Талант людям Да Наверное Мы можем Сожалеть о том Что Нет записей Этих лекций Или может быть Они существуют Какие-то Может быть Она на радио Делала какие-то записи Не было Вот эта фотография Которая на обложке Моей книги Я бы сказал Красуется С отражением В зеркале В крышке рояля Я думаю Что эта фотография У нее нет автора Она не подписана Я нашел ее Обнаружил ее В фотоархиве Алии Эммануиловны Я думаю Что она сделана Во время записи Телепрограммы Есть одна телепрограмма После первой программы У нее начались Проблемы со здоровьем От переутомления И продолжение Не последовало Беседы у рояля Как-то может быть Так они назывались Я Каюсь Не делал попытки Поискать ее В архиве телевидения Но можно попробовать Это сделать Ну вот Как-то да Вот нет К сожалению Таких записей А было бы Было бы наверное здорово Увековечить Жаль да Что не было В то время Так развиты Ну вот Возможности Ну может быть И мы Аудио и видеозаписи Может быть Они не были так доступны Как нам сейчас Да Когда мы можем Просто на телефон записать И это где-то сохранится В каких-то анналах И люди смогут Потом Воочию Увидеть Человека Который Может быть Стал легендой Александр Как долго Вы Составляли книгу Как Шла работа Что было для вас Самым Может быть Вдохновляющим В этом И что Самым трудным Ну Каждый Каждый Ну я историк По образованию И Ну Как бы Журналист По профессии И Каждый И Историк И в общем Каждый Журналист Как я думаю Хочет найти Какую-то Свою Тему Что-то Чего не делал Никто До него Хотя Вот Как оказалось До меня Этой темой Занималась Марина Михайлец Что-бы Он мог Вот Предложить Людям И я Вот В общем Такую Тему Нашел Это Меня Вдохновляло Это Меня Поддерживало Кроме Того Когда я Работал Над Воспоминаниями Самой Ильи Эммануиловны Я Весь Этот Текст Ведь Через Руки Пропустил У меня Было Ощущение Что я Играю На Фортепьяно Я Ощущал Музыку Этого Текста По Отзывам Читателей Мне кажется Что не все Эту музыку Слышат Но я Эту музыку Слышал И она Мне Очень Нравилась Но Это Видимо Только Я Мог Один Почувствовать Потому Что Я В эти Слова В это Звучание Голоса Очень Проникся За то Длительное Время Которое Было Посвящено Подготовке Этих Воспоминаний К Изданию Да Времени Это Заняло Очень Много Потому Что Я Работал И Работать Над Расшифровкой И Обработкой Ее Мемуаров Хотя Она Их Так Никогда Не Называла Рассказы По Памяти Как То Так Это Да Этюды Не Более Того Она Была Очень Скромным Как Ни Странно Вот Тоже Удивительное Сочетание Такого Богатого Внутреннего Содержания Но Хотя Человек С Амбициями Безусловно И с претензиями Но Вот Как-то Это Все Вот Очень Гармонично В ней Уживалось Так Вот Только В отпускное Время И когда Болел Вот Тогда Я Занимался Этими Воспоминаниями А потом Потом Еще Много Лет Заняла Работа Над Моей Собственной Книгой О Ле Эммануиловне И о Ее Времени Поскольку Мне захотелось Проверить Кое-какие Данные Вот Например Ле Эммануиловна Помнила Что Она Один Раз Уходила Из Консерватории А Документы Показывают Что Это Произошло Два Раза Я Пошел В архив Чтобы Кое-что Уточнить А Когда Стал Уточнять Увидел Что Там Кладезь Вообще Не Использованной Нигде Никогда Никем Информации То Это Называется Ввести В научный Оборот Ну Да Это Так Называется Я Был Очень Удивлен Что Никто Из Скажем Так Нескромно Моих Латышских Коллег Не Интересовался Историей Консерватории Не то Чтобы Не Интересовался Но Не Сделал Этого Сейчас Я думаю Что Им Мешало Этот Материал Вести В научный Оборот Некоторое Своеобразие Этого Материала Дело В том Что Виттлс Язов Виттлс Основатель И ректор Первый Ректор Латвийской Консерватории Он Только Что Не Обожествляется Хотя Некоторыми Даже Обожествляется Может быть То есть Он Это Человек Символ Человек Памятник А далеко Не все Было Так Радужно И так Вот Непорочно В Латвийской Консерватории В то время Когда он Ею Руководил Были Там Интриги Были Всевозможные Были Завистники Были Возможно Моменты Которые Может быть Как Кажется Моим Латышским Коллегам Бросает Какую-то Тень И на Латвийскую Консерваторию И на Людей Которые В ней Работали И Может быть Именно Нежелание Вот Эту Наводить Тень Тень На Тень И Удерживало Их От Ну Вот Публикации Всего Этого Материала Хотя Вот В 2006 Году Улды Сылинш Издал Толстенную 800-страничную Книгу В которой Опубликовал Значительную Часть Эпистолярного Наследия Язапа Витлс В котором Вот Многое Многое Называется Своими Именами Или он Это так Называет Где он Ну вот Делится И своими Переживаниями И своим Возмущением По поводу Ну вот Действия Поведения Каких-то Своих Коллег А я С этим Познакомился Вот По документам В фонде Латвийской Консерватории Который Хранится В Архиве Ну возможно Мы об этом Еще поговорим Подробнее В другой раз А пока мы Давайте вернемся К личности Лии Красенской И к ее ученикам Вот Среди ее учеников Какие Имена Можно сейчас Назвать Которыми Может быть Латвия гордится Ну Музыковеды Это не самые Шумные Не самые Громкие Имена Их знают Главным образом Музыковеды То есть Специалисты Ну Можно сказать Что все Первое поколение Латышских Музыковедов Сформировала Лия Эммануиловна Красинская Кто-то Непосредственно У нее Защищал Свои дипломные Работы В основном Это были Кстати Женщины А кто-то Просто Лекции Слушал И поэтому Все Музыковеды Старшего Поколения Это ее Ученики Вот А какое Значение Вообще Это имеет Для развития Музыки Когда есть Научная Кафедра Когда есть Люди Которые Углубленно Изучают Историю И теорию Музыки Это на самом деле Вопрос Непростой Потому что Конечно же Больше всего Музыковедение Нужно самим Музыковедам Так же Как литературоведение Нужно больше всего Самим Литературоведам Наверное Даже и история Больше всего Нужна историкам И так далее Можно продолжать этот ряд Но вот возвращаясь К уже упомянутому Мари Суветри В одном из его писем Где он Приглашает Одного своего Коллегу Латышского Попробовать Счастье В Германии Поискать себе Агента Чтобы найти Какую-то занятость В одном из Оперных театров Германии Он пишет Что На критику Никто не обращает Внимания Всем известно Что критика Ну не имеет Никакого значения Я имею ввиду Музыкальная критика То есть Статьями О своих выступлениях Можешь не заморачиваться Фотография В роли Гораздо важнее Вот И тем не менее И тем не менее Музыкальная критика Ведь существует А почему Да хотя бы потому Что в те времена Когда не было Звукозаписи Мы только Мы только Из их статей Этих музыкальных критиков Вообще можем узнать А что пел Тот же самый Мари Светро В 20-е и 30-е годы И как он пел Как это было То же самое с музыковедением Наверное Ну все-таки Все-таки нужно Композитор Композитор Когда он сочиняет музыку Он ведь не думает Особенно о том Что откуда берется Кто-то может быть Это все осознает И подходит к этому С таких Немножечко Ну профессионально-научных Позиций Кто-то просто Отдается там Какому-то вдохновению Хотя без Одним вдохновением Конечно композитор Сыт не может Для этого их и учит Да То есть есть ремесло Которое Обязательно нужно Знать И вот Музыковеды Они это ремесло Собственно говоря И разрабатывают И изучают И подготовить Профессионального Музыканта Без музыковедческих Знаний Невозможно В этом плане Лия Мануиловна Отвечает на мой Подобный вопрос Ей заданный Что возьмите Даже певцов Которые Когда их спрашивают В какой тональности Ваша ария Она говорит Верхняя нота Там Си Сделать Хороший материал Лучше может Музыкант Который разбирается В теории Но я не музыковед Я историк Поэтому Ко мне С теоретическими Вопросами Лучше не обращаться Я Не лезу В ту Сферу В которой И разбираться Не могу За отсутствием Соответствующего Образования Но все-таки Вашу книгу Отличает то Что она снабжена Этим Историческим Подходом То есть В ней Есть Примечания Подробные Касающиеся Всех Событий Лиц Понятий Которые Упомянуты В этой книге И я могу Только выразить Вам свое восхищение В этой связи Потому что Но к сожалению Для мемуарной Литературы Это вообще Не характерно А события И эпохи Уходят так быстро Что Современникам Уже Сложно Понять Какие-то Особенности Взаимосвязи Ушедшего Времени А вы Как раз Постараетесь Стараетесь Это Подать И Прояснить То есть Вы Тоже Адресовывались В будущее Этой книгой И рассчитывали Что Ее будут Читать Ну Новые студенты Новые Интересующиеся Музыкой И Развитием Музыкальной Культуры В Латвии Ну поскольку Ли Эммануиловна Как вы сказали Была великим Популяризатором Музыки То и книга О ней Должна Где-то иметь Вот такое Популяризаторское Начало И продолжать Это дело Поэтому Конечно же Я учитывал Что Эти воспоминания Могут оказаться В руках Человека Неискушенного Неосведомленного Настолько Что даже Ну в общем Как будто бы Известные имена Должны быть Ну расшифрованы Объяснены Да И действительно Мемуарист И не обязан Давать Этих Сносок Этих примечаний Может при желании Но не обязан Это задача Издателя Это Задача Человека Который Готовит Этот материал К публикации И действительно В наше время Когда Каждый Может Вот буквально Сесть за компьютер Почувствовать себя Издателем Что-то написать Что-то даже Смакетировать Люди часто Думают Что им и редакторы Не нужны Уж корректоры Им совершенно Не нужны Вот я кстати Нашел в этой книге Одну орфографическую Ну ошибку Скажем Пропущена буква И одной запятой Не хватает Может быть Кто-то найдет Еще какие-то Но я У меня было Три корректора И я им Очень благодарен За ту работу Которую они В большой спешке Правда Вынуждены были Выполнить То есть Вот вопрос Подготовки книги К выходу свет Он очень важный И конечно же Это вопрос Самоуважения От человека Который Это все Ну вот Кладет на прилавок Я хотел Чтобы эта книжка Ну вызывала У людей Чтобы мне Хотя бы Не было стыдно Поскольку там Есть Мое имя Как составителя И как Автора Часть Этой книжки Я не являюсь Автором Ее воспоминаний Автором Воспоминаний Или на красинской Является Она сама Вот Но мне было важно Да Чтобы эта книга Выглядела Опрятно Престойно И поэтому Вот в ней Есть все Примечания Чего в ней нет Это Списка Списка Упомянутых Лиц Именного Указателя Это Моя Недоработка Но здесь Я был уже Стеснен Не только Временем Но и Количеством Страниц И Финансовыми Возможностями Потому что Пришлось бы Тогда выходить На более Более Ну Как это Более Многостраничное Издание Что сразу же Удорожало Удорожало И мне пришлось На этом Сэкономить Ну и жалею Об этом Потому что Очень много Людей упомянуты В этой книге И было бы Удобнее Если бы Можно было бы Сразу найти их В тексте На какой-то странице Да уж Как мне бы было Удобнее Как человеку Который пишет Википедию Я бы могла Сразу там Много источников Использовать Вернее Много Во многих Статьях Использовать Эту книгу Как источник Я надеюсь Что так и будет Потому что Я считаю Что о таких людях Как Красинская Как Швейник Обязательно Нужно Печерский Да Печерский Музалевский Обязательно Нужно Рассказывать И рассказывать Что это были за люди Какую роль они сыграли В развитии Культуры Латвии И Конечно Эта роль была Очень значительной Я Судьбоносной И надеюсь Что Молодое поколение Специалистов И всех любителей музыки Будет обращаться К этой книге К сожалению Как вы сказали Ее уже Невозможно Приобрести Ее уже нет в продаже Но ее можно Почитать в библиотеке То есть Обращаемся В библиотеки Читаем Изучаем Или скидываемся На второе издание Или скидываемся На второе издание Проверенное И дополненное Да С алфавитным указателем С именным В нашей программе Сегодня участвовал Александр Малныч Историк И Соавтор книги Ли Красинская Так было Часть из этой книги Представляет собой Воспоминания Ли Эммануиловны А часть Это Монографическое исследование Монографическое исследование Александра Об этом человеке Которого Можно Без натяжки Назвать Одним Из Основателей Столпов Музыковедения В Латвии Она Была доктором Наук И Учителем Для многих Поколений Музыкантов Автором Многих Книг Да Вот Спасибо Александр За участие В программе Сегодня Ее провела Людмила Прибыльская Звукорежиссер Студии Евгений Копеин Всего доброго До встречи Через неделю Спасибо вам До свидания День в день Час в час Минута в минуту Радио Болт Болт